Добрый вечер! В эфире информационная программа Вести Кабардино-Балкария в студии Беслан Суидимов и в начале, коротко, о некоторых темах выпуска. За проявленное мужество и самоотверженность Арсен Коноков наградил троих жителей республики орденом за заслуги перед Кабардино-Балкарией третьей степени. Новые технологии в тепличном хозяйстве. Как получить богатый урожай в закрытом грунте? Специалисты делятся опытом с овощеводами. Подбрасывали наркотики и вымогали деньги в нальчик и задержали лжеполицейских. Трое жителей Кабардино-Балкарии награждены орденом за заслуги перед республикой третьей степени. Соответствующий указ подписал глава КБР Арсен Коноков. Он также лично встретился с героями и их родственниками, сообщает сегодня пресс-служба руководителя республики. Высокая награда за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, удостоены Залим Аталиков, Тимур Чипов и посмертно Руслан Гучев. Арсен Коноков поблагодарил героев за совершенные подвиги и подчеркнул, что республика будет всегда помнить о них. Вы первые, кому мы вручаем такой орден. И на самом деле заслуженно и, естественно, совершили героический поступок. Конечно, наградой или деньгами не вернуешь то, что, например, Руслан Гучев, который отдал свою жизнь, и я думаю, что никакая награда не может, конечно, близким компенсировать то, что он потерял жизнь и отдал это все. И поэтому, вместе с тем, я считаю, что такие вещи, мы это не должны на власти пропускать. Показывать о том, что у нас такие люди есть, которые способны совершать подвиги в мирное время. К семье Руслана Гучева и Залиму Аталикову глава вручил по 300 тысяч рублей, Тимуру Чипову – 100 тысяч. Кроме того, Арсен Коноков распорядился снять баннер со своим изображением, расположенным на площади Абхазии, и разместить на нем фото награжденных. Напомню, что житель селения Исламея Руслан Гучев погиб в июне этого года. Он пытался спасти водителя, который, уснув за рулем, упал в реку вместе с автомобилем. Проезжавший мимо Тимуру Чипов также поспешил на помощь тонущему и вытащил его на берег. Еще один поступок, снискавший уважение жителей республики, совершил Залим Аталиков, аспиранцем Катеринбургского института мозга. В январе 2012 года, рискуя жизнью под шквальным огнем преступника, напавшего на сотрудника дорожно-патрульной службы, он вынес раненого и оказал ему первую помощь. Тогда Залим сам получил множественное ранение. Ордена героя будет вручены на торжественную церемонию, которую традиционно проводит глава республики. Сегодня в республике установлен новый рекорд в сельском хозяйстве. Впервые в истории Кабардино-Балкарии воловой сбор зерновых культур составил 1 миллион тонн. Поздравил аграриев с успехом глава республики на том участке, где сегодня убрали последний в рекордной тоне центнер. С подробностями из Баксанского района Наталья Булат. Последний центнер в рекордную миллионную тонну богатырского зерна. Такого урожая кукурузы в Кабардино-Балкарии до сих пор не собирали. За штурвалом комбайна глава республики, говорит, не удержался. Добрый километр по полю и собранные золотые зерна выгружены в КамАЗ. Техника, конечно, шикарная. То, что он делает, изображает, это важно, конечно. Серьезно. То есть в восторге? Я в восторге. Я с моего Мерседеса пересяду, на комбайне буду ездить. Я сам родился в селе, поэтому, как сельский житель, я увидел, что что-то для производить, вот такие вещи там, сельское хозяйство, я считаю, что это великая, ну, как бы сказать, и задача, и честь для людей. Я почувствовал просто то, что иногда в суете мы это не замечаем, а вот когда вот так проедешь, уберешь урожай, начинаешь понимать величие нашей земли и задачи, которые решаются на земле. В баксанскую агрофирму Диметра глава Кабардино-Балкарии прибыл не случайно. Впервые в этом году здесь на 300 гектарах вырастили американский сорт кукурузы с использованием капельного орошения. Результаты ошеломляющие. Урожайность в среднем 160 центнеров с гектара. Потенциал, по словам специалистов, еще выше. Именно этой инновационной кукурузой Арсен Коноков удивлял российского премьера Дмитрия Медведева на недавней агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Это имеет колоссальное значение. В России при 70 тонн с гектара, центнеров с гектара, получается 190. Но это вот надо себе представить, что это такое. И они молодцы, что капельное орошение, когда кукуруза, я бы никогда не подумал, что кукурузу капельным орошением можно расти. Если в три года себя окупает, значит это 30% годовых. Амбициозную задачу вырастить миллион тонн зерна на основе инновационной технологии перед Минсельхозом глава Кабардино-Балкарии поставил в этом году. Для достижения цели основную роль отвели кукурузе. Ведь именно в выращивании этой культуры специалистами республики накоплен богатейший опыт. И вот побиты рекорды даже самых лучших советских времен. Тех самых, за которые Кабардино-Балкария когда-то получала ордена Ленина. Об этом историческом достижении сегодня знает вся Россия, отметил Коноков. Я получил кучу телеграмм от руководителей, от Нарышкина, от Минсельхоза, от депутатов Государственной Думы, Совета Федерации. С поздравлениями нашей республики, с тем, что мы впервые собрали миллион тонн зерновых, впервые в истории современной, в той истории Кабардино-Балкарии собрали такой огромный урожай. Это, в первую очередь, заслуга тружеников села, тех людей, которые на этой земле работают, получают эти урожаи. Я считаю, что их надо с этим поздравить, поблагодарить за этот труд. Ну и в будущем пожелаем друг другу успехов. Наталья Булат, Сафар Гиреев, Анатолий Дереко, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня в парламенте состоялись публичные слушания по республиканскому бюджету на будущий год и на плановый период последующих двух лет. Сам документ представлен на общественное обсуждение. Полный текст проекта, как отметил спикер парламента Анвар Чеченов, выложен на сайте законодательного органа. Кроме того, усовершенствована обратная связь с заинтересованными организациями и населением. На планове минифляции, так же, как это с года. То есть, я прошу... Необходимо принять максимально извеченные решения по поводу учета и исполнения всех публичных обязательств удовольствия республики и государства в целом перед нашими гражданами. В то же время, мы должны помнить, что доходный потенциал бюджета республики в определенной степени ограничен, и мы должны мобилизовать все свои ресурсы по наращиванию доходной базы от налогов и налогов отчислений и привлечения инвестиций. Бюджет Кабардино-Балкарии в новом году будет дефицитным, сообщил министр финансов Мурат Киреевов. Расходы превысят доходы на 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Но, несмотря на сложности, правительство в полном объеме выполнит все взятые на себя социальные обязательства, подчеркнул глава Минфина. При разработке проекта бюджета за основу взяли базовый вариант социально-экономического развития на 2014-2016 годы, а не оптимистически. И впервые финансовый документ составлен на основе 24 госпрограмм. До конца года ремонт 5-й Нанчевской школы будет завершен. Работы ведутся на средства федерального бюджета. На замену кровли и реставрацию актового зала было выделено около 17 миллионов рублей. В учебном заведении заменили всю систему отопления, отремонтировали крышу и водостоки. По результатам аукциона на проведение кровельных работ выделенные средства удалось сэкономить на треть. Подрядчик, который выиграл кровлю у нас, он уменьшил сумму, по которой он может выполнить виды работы эти. Поэтому осталась какая-то часть денег, которые были направлены на ремонт спортивного зала, замену оконных блоков во всей школе. На первом этаже окна уже поменяли, также отремонтировали библиотеку. Работы идут без ущерба для учебного процесса. Через год школа отметит 80-летний юбилей. К празднику администрация города обещала обновить фасад и ограду. К другим темам. В Нальчике задержаны лжеполицейские, вымогавшие у водителей крупные суммы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба республиканского МВД. Подозреваемых удалось поймать за руку после обращения в органы одного из пострадавших. По данным ведомства, двое молодых людей, представившись полицейскими, изъяли у 33-летнего местного жителя транспортные средства за якобы имеющиеся правонарушения. При этом водителя они обвинили в обороте наркотиков. Для решения вопроса они требовали 60 тысяч рублей. После передачи денег подозреваемых задержали. Установлено, что подобная мошенническая схема использовалась многократно. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Кабардино-Балкарии отмечено удешевление некоторых продуктов. Таковы результаты мониторинга потребительских цен на продовольственные товары, которые еженедельно проводит Минсельхоз страны. С 11 по 18 ноября стоимость яблок снизилась на 2,5%. Морковь и гречневая крупа подешевели на 1,7%. Незначительно упали цены на масло, подсолнечное, сахар, песок и яйца. Стоимость говядины, баранины, молока, муки и пшеничного хлеба не изменилась. В результате цена набора основных продуктоваров в конце минувшей недели составила 2965 рублей. Кабардино-Балкария по стоимости продуктовой корзины заняла четвертое место среди регионов. Золото под пленкой под таким названием в Нордкале прошел региональный семинар-практикум с участием аграрии в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Чечни. На встрече обсуждали в основном современные технологии выращивания овощей в закрытом грунте. Продолжить тему Адам Базов. Случайно или нет, но семинар проходил близ Кахуна, села, которое по праву называется Страной Помидоров. Здесь нет ни одного двора, где в теплицах не выращивают томаты. И с каждым годом противостоять болезням и паразитам все сложнее. Местные овощеводы опрыскивают рассаду десятки раз, комбинируют препараты, меняют сорта семян. Помогает не всегда. В этом сезоне посева уничтожила томатная моль, которая доселе в здешних краях замечена не была. Какая-то моль появилась, я не знаю, вы слышали, а нет. Мы знаем эту проблему. И чтобы зарегистрировать любой препарат, нужно большую сумму. Если из года в год сажать одну и ту же культуру, почва истощается и растение уже не получает нужного количества фосфора, железа и других необходимых элементов. Спасение может стать новый метод, объяснили производителям томатов на семинаре. Оказывается, помидоры, как и саженцы деревьев, можно прививать. Схема предполагает скрещивание нужного сорта с мощным корнем. Это позволяет получать рассаду, более устойчивую к болезням. Многие о существовании такой технологии попросту не знают. Вот я сегодня сюда ехал, вчера, допустим, я сказал, что поедем, говорят, там прививки будем делать. Но давно это посмеялись, допустим, если честно сказать, что это что, яблоки что-то? Ну, я говорю, вот поедем, увидим. Сейчас сегодня что? Сам будешь пробовать? Конечно же, буду пробовать. Инициатор семинара сельхозпредприятий «Агрохимия» часто приглашает представителей крупных компаний. Они бесплатно консультируют фермеров и арендаторов республики. Причем не просто рассказывают о новинках и современных технологиях, но и показывают, как все это применяется на практике. Есть определенные нюансы. По Ставропольскому краю, по Кабаринбалкарии, в Дагестане совершенно свои какие-то определенные условия. И применительно к ним, ну, какие-то технологические приемы, где применяют местные. Производитель мы учимся, и мы что-то рассказываем о том, что применяется в других республиках. Поэтому вот наша задача именно связь с людьми, с конечным потребителем. Сезон томатов и огурцов уже закончился. Предстоит заложить основу нового урожая. Специалисты считают, лучшее время для высадки помидоров – это январь, когда солнце начинает греть сильнее. В каких бы условиях они не выращивались, в теплице или открытом грунте, без тепла развиваться томаты не будут. Адам Абазов, Заур Гидуев, Азамат Табухов, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня в Пятигорске завершился форум средств массовой информации юга страны. Журналисты и представители власти в течение двух дней обсуждали формирование положительного образа Кавказа в российском медиапространстве. Сегодня в рамках форума прошло первое открытое заседание экспертного клуба СКФО о задачах новой структуры и темах поднятых участниками совета в сюжете нашего спецскора Сафара Гириева. Организационным вопросом совет много времени уделять не стал. Заседание хоть и первое, но основная цель давно выработана. Экспертному сообществу предстоит формировать у жителей страны объективную картину происходящего на Северном Кавказе. Что и как для этого надо делать, его участникам и предстоит решать в ближайшее время. Говорят, для этого потребуются исследования в области экономики и общественно-политических процессов СКФО. И только потом свою позицию они доведут до средств массовой информации. Для того, чтобы у нас наконец-то потребители информации, наши с вами земляки, жители других регионов России действительно услышали качественное экспертное мнение о том, что происходит здесь, на территории, необходимо плотное взаимодействие со средствами массовой информации. Именно поэтому все мы сегодня здесь. Я надеюсь, что сотрудничество, которое мы подразумеваем, которое, как нам кажется, жизненно необходимо для того, чтобы экспертное сообщество имело возможность вовне выносить то, что рождается в виде обсуждений, то, что рождается в рамках научно-исследовательской работы, это крайне важно и необходимо. В последнее время в масс-медиа появляются различные оценки ситуации в СКФО многочисленных экспертов. Зачастую СМИ публикуют мнения людей, ни разу не бывавших на Северном Кавказе, а выражающих чье-либо заказное мнение, подчеркивают участники заседания. Но эти не совсем здравые идеи очень живо обсуждаются россиянами, и эту ситуацию необходимо исправлять. Очень важно понимать, что мы сегодня делаем первые шаги, мы нащупываем какие-то векторы развития, и они не будут универсальными для всех субъектов Северного Кавказа. Экспертный совет должен стать постоянно действующей площадкой, подчеркивают его участники. Обсуждать здесь намерены любые, в том числе и альтернативные идеи. Привлекать к участию планируют не только государственные СМИ, но и независимые издания. Проблемы туркластера и малого бизнеса, взаимодействие со СМИ, как развивать брендовую политику. Рекомендации, выработанные сегодня, позволят значительно продвинуть Северокавказский регион в общероссийском пространстве, да и за рубежом тоже, надеются эксперты. Все это возможно. Стоит лишь сконцентрироваться и усилия в одном направлении. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко, Вести, Кабарина, Болгария. Южная сцена опускает занавес. В эти минуты в Кабардинском госдромтеатре проходит церемония закрытия Третьего Северокавказского фестиваля национальных театров. Пять дней здесь не смолкали аплодисменты. Сегодня жюри назовет лучших в разных номинациях. За подведением итогов следит моя коллега Мадина Урусова. Она сейчас на прямой связи со студией. Мадина, добрый вечер. Уже названы имена победителей. Если да, то какие коллективы в этом году оказались лучшими? Добрый вечер, Рубеслан. Церемония закрытия сейчас проходит вот за этой дверью. Фестиваль в этом году расширил состав участников. К нему присоединились трупы Калмыкии, Ставрополя и Адыгеи. К слову, театральный форум в 2013-м стал внеплановым культурным событием. Вообще-то он проводится раз в два года и должен был состояться только следующей осенью. Но организаторы не хотели пропустить такую круглую дату, ведь он посвящен 150-летию со дня рождения Станиславского. И в итоге получилось, что специально к южной сцене репертуар никто не пополнял. Зато, как признались члены жюри, эффект неожиданности помог лучше понять, чем же на самом деле сегодня живут национальные театры на Кавказе. И своими впечатлениями от увиденного еще до начала церемонии закрытия с нами поделилась московский критик и председатель жюри фестиваля Марина Корчак. Давайте послушаем. В прошлый раз мы даже номинацию за лучший режиссер сняли, и многие режиссеры на нас обиделись. Но я считаю, что это было справедливо. И прошел буквально год, и сегодня мы закрываем фестиваль, и на фестивале мы увидели события. Это бывает нечасто, но на третьем фестивале южная сцена Кабардино-Балкария действительно произошло событие. Мы увидели спектакль «Орел и Орлицы», спектакль мощный, спектакль красивый, спектакль умный, с прекрасными актерскими работами, с интересной сценографией, спектакль глубокий и умный. Можно сказать, что у «Орла и Орлицы» сегодня просто триумф. Спектакль признан лучшим на этом фестивале. Также высшей наградой отмечена режиссура Руслана Фирова. Басир Шебзухов, который играл в этом спектакле Ивана Грозного, победил в номинации «Лучшая мужская роль». Другие номинации перечислять не буду, пожалуй. Это в основном роли второго плана. Скажу только об одной номинации. Это номинация «Соло». Ее присудили Тамаре Балтыновой из Калмыцкого национального театра за роль в спектакле «Голубоглазая Катаржанка». Это единственный, это вообще впервые, единственный моноспектакль, который был представлен на Кавказе. Беслан. Спасибо, Матина Урусова, о промежуточных, об итогах театрального фестиваля «Южная сцена». На этом служба информации завершает свою работу. До встречи на Телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова